Добрый-добрый вечер на КХЛТВ. Противостояние ЦСКА и Витязя. Первой и восьмой команды западной конференции. Слепышев, Светлаков, Телегин. Это четвертая тройка делегированная на лед Игорем. Никитина. Счет в матче открыт. Быстро и показательно. Бросок от синей линии. Внимание на пятачок. Вот. И видели? Хансен в какой-то момент находился в площади ворот. Внимание. В площади идет пространство. Бросок отмечается. Взятие ворот. Незасчитано взятие ворот. Счет по-прежнему 0-0. Мозик подхватывает шайбу. Смещается в центр. Уходит от Григоренко. И перехватил Нестеров. Как здорово он выдвинулся. Капризов. Вышел один на один с Ортио. Ортио поточил. Мне кажется, что Ортио все-таки не купился на обманное движение Капризова. Какой красавец Нестеров. Вот здесь перехватывает. Посмотрите. Перехватывает. Побежали вперед. Сделал передачу. И вот Капризов. Видите, качнул Ортио. А тот остался прямо посередине. Вот отсюда еще тоже будет видно. Я не думаю, что здесь все решили. Одна единственная оплошность. Достаточно исполнительное мастерство и у ЦСКА. И у Витязи сегодня есть характер, есть задор и есть кураж. Поэтому я все-таки надеюсь, что красота сегодня принесет результат. Григоренко. Лучший бомбардер ЦСКА. Открывает счет в матче. Итак, ну вот она атака. Вот шайба сейчас приходит на Уминку. И смотрите, какую паузу он выдерживает. Он стягивает на себя внимание сразу троих хоккеистов соперника. Спас на Капризова. Ну а дальше Кирилл просто увидел Григоренко. Причем Григоренко накладывал, мешал бросать Никулин. И Григоренко в последних матчах регулярки выглядел великолепно. Какой булит он положил в ворота локомотива. И ЦСКА добился долгожданной победы. Потому что до этого в трех матчах уступили армейцы железнодорожникам. И это была самая неудобная команда для Игоря Никитина и его парней. Акулов. Бросок и вторая шайба залетает в ворота. Прорвало армейцев. Шалунов 2-0. Смотрите, вроде стандартный вход в зону. Дальше скидка назад. И вот он пас на Шалунова, которого никто не держит. Последнюю передачу делал Акулов. Акулов на Слепышева. Слепышев на дальнюю штангу. Не идеальный пас на Шалунова. Слепышев. И еще один перевод. А вот это уже сделано мастерски. И Акулов показывает Слепышеву. Ты красавец. Ты все сделал. Причем вот здесь Слепышев отдавал. Не получилось. Дальше Шалунова вновь за ворота. И вот здесь внимание на пятах. Видите? Шайба прошла через площадь ворот. Прямо через самый ее край. И вот это меня удивило больше всего. Ну и то, что Мозик еще позволил бросить. Ну вот пока есть время. Я думаю, что потому что 5 на 4 возможности играть будет больше, чем 6 на 4. И ЦСКА забивает в меньшем сне Блужиевский. Посматривает из бросного бокса. Обратите внимание, но здесь мне кажется, что кисты, видите, уже просто не доигрывали до конца. Вот честно, может быть, это показалось только. Вот смотрите, вот Ортио выходит. Чемин особо не спешит в свою зону. Ну вот тут, что дальше происходит? Ну вот Мозик. Армейцы просто до конца доиграли. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше велико. Продолжение следует...